Много слов, но мало дела. Такой вывод сделал глава Анапы, осмотрев участок под сквер, где, по его мнению, уже должны быть высажены деревья. В очередной раз будет упущено время, и сквер еще на год останется в планах. Проект сыроват, нет техники и согласования собственника смежного участка. Это не аргументы, чтобы ничего не делать. Давайте будем делать, пока собственников мы разбираемся. У нас есть время. Берем опоручение, записываем на следующей неделе, чтобы тут мы все сделали. То есть поручение в ЖКХ Бузуновой, все это на контроль. Там, где собственник, пока не трогаем. У нас есть где и чем заняться. Снос деревьев, убрать мусор, навести порядок, подпланироваться и сажать деревья, а потом дальше идти. Потому что мы никак не начнем, мы только говорим, говорим, никак не начнем. Значит, хватит говорить, давайте делать будем. Контрольный день, следующая пятница. Что сделано за неделю. В Варваровке на улице Зеленая завершают монтаж ливневой системы. Она должна забрать на себя избыточные паводковые воды. Это съезд к детскому саду. По нему подвозят продукты и вывозят бытовые отходы. Склон очень крутой. Одна ливневка может не решить проблему, считает Юрий Федорович. Вы поймаете в ту ливневку? Основную часть поймаем, Юрий Федорович. Основную. Но все равно что-то будет идти, да? Но оно специально будет уходить по склону туда. Здесь просто отгрегировать, мне кажется, мало. Тем более там бетон, там асфальт. Здесь надо, я даже затрудняюсь, ее надо укатать, наверное, здесь как-то вот. Ну мы собираемся щебневую фракцию подсыпать и подкатать. И закатать, наверное, да. На территории самого 33-го детского сада тоже немало работы. Отапливает здание котел, который в буквальном смысле морально устарел. Найден инвестор, он поставит современное оборудование. А вот чтобы наружная стена не сырела, нужны не инвестиции, а лестница и рабочие руки. И вообще садику не хватает хозяйской заботы, отмечает глава Анапы. Есть предложение, вот туда детскую площадку, да? Да. Детскую. Да. Значит, запишите, скажите мне, я расскажу вам. Надо будет поставить туда детям спортивную, детскую, спортивную, детскую площадочку. Туда они есть, пластиковые такие, хорошие, чтобы они могли там. Я смотрю, не красили давно. Вот как-то нету теплоты, вы знаете. И еще одна остановка на улице Фрунзе в Субсехе. Здесь положили канализационную систему, но пока подключили к ней не все здания и дома. Три дня дает Юрий Поляков, чтобы решить эту проблему. По каждому своему поручению глава Анапы хочет видеть результат. Надо разобраться, что с этим зданием, что это такое. Это его, пусть там приводит его в порядок. Если ему не нужно, значит, мы ему найдем о применении этому дому. И поручение Лыткину, чтобы он после себя навел порядок здесь, где он окопал вся грязь на дороге. Только сегодня с ним разговаривали. Ну, так разговаривать мы разговариваем, интересует конечный результат, то есть наведение порядка. По выезду в Субсехский сельский округ будет составлен отдельный список задач для городских служб.